Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Свискод». И сегодня мы посмотрим прогнозы, которыми делились специалисты Свискод Банк. Это швейцарский банк, который активно котирует на финансовых рынках. Какими были эти идеи сегодня в 7.30 утра по московскому времени, как сейчас выглядит рынок и что можно еще сделать. Естественно, я надеюсь, что многие из вас смотрят эти утренние прогнозы утром и пытаются заработать вместе с нашими коллегами. Ну а текущий рынок мы будем смотреть по платформе Metaproider 5 Свискод Банка. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас на рынке произошло с точки зрения прогнозов Свискод. Напомню всем, что под главным экраном у нас есть баннер Свискод Банк «Обзор рынков прямо по центру». Нажимаем на него, попадая на страничку обзора. Сам обзор называется «Фунт доллар в течение дня». Держать под наблюдением 1.23.30. Внизу есть ссылочка «Русский». Нажимаем на русский. Естественно, это означает «Обзор на русском языке». И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Евро-доллар, коллеги, видят вниз 1.08.70. Включаем торговую платформу евро-доллар и видим, что сейчас 1.09.33, но были ниже. И сегодняшний лой был 1.09.12. Здесь подход такой. Движение вниз есть. Всю неделю идем вниз. Основания для покупки пока нет. А цель не достигнута. И, на мой взгляд, до 16.30 постоять вниз можно. Основания с технической точки зрения для этого есть. В 16.30. Если вы прибыли в какой-то на продажу евро-доллара, я бы советовал закрыться. Сейчас американцы могут ломать рынок как хотят. Они его контролируют. И куда они двинут в 16.30 неизвестно. Так что в 16.30 минут в 15.20 посмотреть, куда потянули американцы и становиться следом за ними. Приходить со своей позицией сейчас в 16.30 на американский рынок – это лотерея. Поэтому подумайте, нужна ли она вам. Фунт. А фунт демонстрирует самостоятельность. Он пробивает наверх 1.24.46. Да, вполне себе интересная тема для покупки. Но давайте посмотрим, как считают коллеги. Если с прогнозом по евро мы согласны, то по фунту коллеги ведет вниз 1.23.30. Ну вот с таким прогнозом по текущей ситуации, я думаю, согласиться трудно. Потому что картинка больше выглядит наверх. Далее, коллеги. Нет, надо включить опять обзор, потому что надо посмотреть все-таки сначала прогноз, а потом реализацию. Доллар японская иена – 108.20. Смотрим на доллар иену. И видим, что движение наверх было. 174 показали на хаях, до цели далеко. И вы знаете, сегодня, хотя четверг, можно было ожидать гораздо более размашистых движений по доллар иене, она ведет себя очень сдержанно. Коллеги, никто не уверен в дальнейшем движении, ни в какую сторону. Сам по себе торговый диапазон небольшой. Такое впечатление, что сегодня четверг, немного понедельник. Люди выбирают направление. По доллар иене в частности. У меня нет, например, идеи. Если по продаже евро и по покупке фунта идея есть, то есть здесь нет этой идеи ни вверх, ни вниз. Нет, я бы был вне рынка сейчас. Доллар-франк 0.97.45 ждут коллеги. Давайте смотреть. Движение по франку наверх состоялось. Цели не достигнуты. Но здесь, мне кажется, можно постоять по техническому рисунку. Еще раз обращаю внимание, оттолкнулись от сильной поддержки. Четвертый день растем. Это тренд. Вполне-вполне постоять до 16.30 в этом прогнозе можно. Доллар-канадец. Вниз 1.4090 видят коллеги. Давайте смотреть, что по факту. 1.4116 в моменте. Была ли у нас 1.4090 отметка? Сейчас еще раз. 1.4090 цель. Была отметка внизу 1.4077. Прогноз реализован, друзья. То есть, ожидание роста нефти сработало, видимо. И вот косвенно этот прогноз отработан. Ну, замечательно. Поздравляем специалистов Свискотбанка с прекрасным прогнозом. Он отработан. Дальнейшие решения уже, естественно, на ваше усмотрение. Австралийский доллар-доллар 0.6020 видят коллеги. Видели в 7.30 утра по Москве. Австралиец пошел наверх. Сегодня, я еще раз напомню, нет тотальной доминации доллара. Работают разные истории. Вот, поэтому... Поэтому... Ну, я вижу споры про рост нефти, по нефти. Коллеги, это бесконечные споры. У каждого есть своя точка зрения. Сейчас мы их продолжим. Через 8 минут Илья Королин выступит. Обсудим все это подробно. Это очень интересно. Вот. Ну, а здесь по австралийцу, что хочу сказать? Как-то непонятна причина роста его. Ну, а с другой стороны, растет и растет. Входить сейчас в продажу, видя, что сильная поддержка отработала и оттолкнула наверх, мне кажется, рискованно. Я бы продажу сейчас австралийцам не поддержал своей сделкой, во всяком случае. Доллар турецкая лира 6.75.70. Давайте смотреть, как ведет себя доллар по турецкой лире. Нет, нет, не пошел. Его встретили и оттолкнули вниз. Хотя вроде бы пытаются вернуться. А вы знаете, вот этот прогноз я бы поддержал в движении наверх. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. 6.75.70. Да, текущее. Ого! 700 пипсов наверх ждут от текущих. Ну, может быть, не так размажисто. Но в целом доллар явно возвращается снизу в тренд восходящий. Я бы поддержал это движение. Вот в этой части я бы поддержал. А ну давайте попробуем приобрести. Сможем мы приобрести доллар в турецкую лиру? Нет, да? Да что ж такое? Никак. Все, друзья. Двигаемся дальше. ДАКС. 9080 пунктов вниз ждут до этой отметки. Давайте смотреть. ДАКС. 9562. Он плюсует. Немного, но плюсует. Вы знаете, тоже стоит на открытии, как некоторые другие инструменты. Тоже выбор направления. Вообще непонятно по-подде. S&P 500. Давайте посмотрим, куда видят. 2.360. Мы были внизу сегодня. Давайте посмотрим, отработал ли этот прогноз. 2.517. Нет, не отработал. Видели гораздо глубже. Ну скажу так. Кто стоит внизу, ставьте без убыток или трейлинг стоп и стойте вниз. Да, движение вниз вполне может быть. Причем здесь такое серьезное решение. После хороших таких ростов ждут коррекции. Не знаю, я бы не заходил. Те, кто стоит, мне кажется, стоять можно. Еще раз повторю. Трейлинг стоп или без убыток. Но я бы заходить сейчас не стал. До 16.30 остается 3 часа 30 минут. Тут, мне кажется, рискованно. Потому что 16.30 не отменяется этими действиями. Золото, коллеги, 15.67 ждут вниз. А оно растет. С точки зрения теханализа, оно оттолкнулось от сильной поддержки и идет наверх. Нет, я бы не заходил в золото продажу сейчас точно. Серебро в продажу. 13.61 ждут коллеги. Мне кажется, тоже три дня стучались в отметку 13.79. Явно идем наверх. До верха еще не дошли. Тоже рискованно. Нет, не поддержал бы своей сделкой этот прогноз. И сырая нефть, WTI, напомню, на торговый майский контракт, 21.90 видят коллеги в движении наверх. Нефть они видят наверх. И WTI сегодня показал 22.53. Прогноз реализован. Даже выше стрельнули. Многие верят, что это уже оттолкнулись от дна. Но по новостям с рынка что-то мне как-то не впечатляет пока это все. Как-то не впечатляет. И пик коронавируса в Европе, США не пройден. Значит, экономика будет и дальше тормозиться. То есть нефть в таких объемах не понадобится. И все говорят, сейчас Китай начнет резко восстанавливаться. Да, продукцию куда он будет сбывать? Основные рынки США и Европа затормозились. Вот так, друзья, выглядит рынок. Я поздравляю специалистов с листвой банка с реализованными прогнозами. По нефти точно так же, как всегда, если инструмент растет, мы не понимаем. Либо не входим, либо идем по тренду. Ну что тут, мы не понимаем, задумываться не надо. Может быть, есть какие-то новости, которых мы не знаем. Это естественно. Инструмент растет, зашли, постояли наверх. В какой-то момент, так сказать, отсутствие новостей не должно стать причиной отказа от входа в этот инструмент. Мы смотрим движение, прежде всего, импульс. Я так вообще только импульс на рынке и понимаю. Все, друзья, спасибо большое специалистам с листвой банка за эти обзоры. Приглашаю всех утром, с утра смотреть на эти прогнозы. И вам сразу станет понятно, что отрабатывается наилучшим образом. Всем хорошей торговли и, самое главное, здоровья, друзья. В наше время здоровья, пережить коронавирус, постараться не зацепить его нигде, даже краем. Это самая главная цель. Все остальное вторично. Всем удачи, друзья. Здоровья. 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 Продолжение следует...